здравствуйте давайте начнем тема распространяется катаризация мочевого пузыря также показания техники ну катаризация мы знаем что это у нас упражнение мочевого пузыря при помощи введения в специальные трубки для катетера и проводит ее для диагностики также проведение лечения для получения мочи если нам необходимо провести какие-то исследования также упражнение мочевого пузыря эти пробывания основными показаниями для катаризация мочевого пузыря у кошек там собак это служит мочекаменная болезнь у нас также процесс нарушения мочи отделения в случае если происходит задержка мочи то мочевой пузырь знаем он переполняется и это приводит к растяжению стенок из-за чего могут происходить плачевные такие последствия мочевой пузырь может просто лопнуть вот и в этом случае чтобы этого не произошло мы прибегаем к катетеризации значит и необходимость для постановки катетера также может возникнуть при первое уже сказала это нарушениях и затруднениях мочевого мочи отделения в случае экстренного упражнения мочевого пузыря в случае травмы мочевого пузыря когда также не происходит упражнения на острые почечные недостаточности если необходимо нам собрать стерильную мочу для анализа для выполнения таких лечебных мероприятий мероприятий как промывание уретры мочевого пузыря и тем самым мы можем как бы непосредственно лечение ввести лекарство ввести поврежденный участок для снации мочевого пузыря при воспалительных заболеваниях и для снижения содержания мочи песка также в некоторых случаях проводят рентген с контрастом и поэтому катетер можно устанавливать для того чтобы ввести контрастное вещество мочевого пузыря и показания могут служить также проведение операции в ходе которых может временно нарушаться функция функция мускулатур мочевого пузыря катетеры изготавливаются у нас из различных материалов и они бывают нескольких видов не бывают резиновые мягкие кто-то может быть видел некоторых клиниках даже есть полужестки из импрегнированного шелка или полихлорий хлор виниловой трубки жесткие металлические и комбинированные катетеры на вид представляют себя имеют ли трубки они бывают разного диаметра и с гладкой поверхностью один конец у них закруглен и мы знаем что неподалеку от этого конца имеется одна либо два боковых отверстия значит для того чтобы проводить катетеризацию сначала необходимо подобрать катетер нужный это все зависит от вида животного которому проводят катетеризацию значит катетер необходимо перед процедурой тщательно просматривать чтобы не было никаких шероховатости зазубрин также не было никаких повреждений катетер трещин проверять и желательно проверить его на проходимость и при катетеризации необходимо соблюдать правила септики если это многоразовый катетер но у нас в клиниках одноразовый то катетеры стерилизуют методом кипячения либо погружают в дезинфицирующие растворы перед введением катетера так как у нас одноразовые то в принципе в этом нет необходимости мы используем потом они выкидываются вот перед введением необходимо обильно смазать катетер там мы чаще пользуемся ночью жирным и чаще используемся зеленым маслом это дает возможность вести на максимально осторожный катетер и не травмировать уретру катетеризация если это крупное животное в клиниках лежачим а в крупных животных иногда можно проводить фиксации стоя ну и клубных заболтой значит катетеризация кобелей и сук у кобелей и сук катетеризация она отличается различна для кобелей применяют катетер длину где-то от 10 до 15 сантиметров верхушка овальная либо колоколообразной формы для катетеризации мелких собак применяют тонкие медицинские сукам проволи также как и кобылам катетером длиной где-то от 10 до 15 сантиметров если суки у нас крупные то можно взять медицинский как женский катетер либо укороченный мужской им чаще всего проводят боковом положении катетеризация так техника проявления катетеризации кобелей значит при катетеризации кобелей ну так как мы правшився да то правой рукой захватывает припуции спереди значит у живота левый берем половой член и выводим его из припуциального мешка так чтобы вся верхушка у нас его член была видна и закрепляем на время катеризации ладонью левой руки далее значит большим земляным и малыми пальцами мы продвигаем его вперед наружу а указательным и средним оттягиваем крайнюю плоть назад катетер мы должны вводить очень осторожно особенно где расположена кость полового члена промывание мочевого пузыря показано с лечебной целью для механической очистки слизистки оболочки мочевого пузыря от патологических каких-то отложений это будет облегчать состояние животного вот так же для того чтобы ввести необходимые лекарственные вещества чтобы они воздействовали непосредственно слизисткой оболочки мочевого пузыря при каком ну при конкретном заболевании вот ну и обязательно соблюдать технику безопасности для того чтобы предотвратить занос инфекций в случае введения катеризации вот выпускают мочу после того как поставили катета да и затем при помощи там резиновой трубки либо шпыльца вводит мочевой пузырь антисептический раствор и вводит его обратно многие делали вот это необходимо повторять несколько раз температура жидкости вводимый в мочевой пузырь должна быть близка к температуре тела животного так катеризация кота катеризация готова значит ну здесь все мы проводили значит смазанный катетер вводится в уретру и продвигает как можно дальше его в просвет значит ну кот у нас располагается чаще всего в положении на спине да и фиксирует его два человека если он не под наркозом у нас не под седацией находится обязательно держать задние конечности вот значит при наличии песка конкрементов в уретре и продвижение катетера мы можем ощущать соприкосновение с поверхностью так что мы упираемся во что-то в случае если нам мы не можем дальше продвинуть катетер то может понадобиться помощь ассистента чаще всего мы прибегаем к помощи ассистента и через ну как бы ассистент присоединяет шприц к катетеру который ну как бы заполнен физиологическим раствором есть специальные стерильные гели лубриканты и ассистент осторожно вводит в уретру значит и дальше ну и соответственно тот кто выполняет катетеризацию он совершает катетером как бы осторожные возвратно поступательные движения с целью смещения структуры в которую мы упираемся которая вызывает обструкцию значит во время продвижения катетера необходимо подтягивать припутцы и половой член на себя полударное направление это будет позволять как бы нам ну так же по максимуму выпрямить уретру и это облегчает введение катетера в мочевой пузырь после введения катетера в мочевой пузырь мы проводим промывание до тех пор пока промывание раствором да не станет прозрачным ну и устанавливает катетер в зависимости от того для какого для какой цели мы это выполняли если мы оставляем катетер значит и при каком-то заболевании да то то это в случае задержки длительной да то мы оставляем на несколько дней если есть возможность и клиника позволяет то животное желательно оставить на стационаре чтобы наблюдать за ним ну одевает памперсы воротники чтобы животное не как бы не снять не вытащил катетер не съел его потому что бывает что они отгрызают в канюле и катетер остается в ночевом пузыре потом будет дольше вытаскивать его значит и катетер который установлен необходимо его оставляют для того чтобы проводить уже необходимую мемпуляцию промывать да вводить лекарственные средства вот и на стационаре остаются также животные тяжелые которым необходимы антибактериальная терапия вот и с целью контроля общего состояния за животным так характеризация услуг используется пластиковые либо металлические катетеры значит если они многоразовые то они стерилизуются да значит смазывают также чем-то жирным некоторые глицерин используют манипуляцию крупным проводят стоячим животным ну кому удобно боковом да боковом чаще значит необходимо перед тем как провести катетеризацию суки обязательно обработать антисептическим раствором половые органы раскрывают пальцами либо расширителем половые губы указательным пальцем вверх руки который смазан у нас также зеленым маслом вводим во влагалище пальпируется сок мочеспускательного канала и после чего после этого катетер уже продвигает пентральные пальцы катетер продвигает также очень аккуратно чтобы не повредить в случае если катетер у нас пайпируется выше кончика пальца то это говорит о том что у нас катетер не в уретре в этом случае мы подтягиваем на себя на небольшое расстояние и поправляем уже вентрально ниже пальца вставляем в отверстие мочилось с каждого канала как только у нас конец катетера оказался в уретре его уже продвигаем мочевой пузырь в принципе с суками это проще чем с капелями расстояние до мочевого пузыря в норме составляет от 8 до 14 сантиметров на разное да мы прикладываем таких как бы агрессивных усилий по установлению катетера так как мы можем повредить слизистую оболочку канала вплоть до разрыву уретра если нам ну чаще всего суками для сбора мочи да устанавливают значит после того как мы собрали мочу для анализа да либо промыли мочевой пузырь то катетер мы аккуратненько уже извлекаем подготовка первое первое это проведение исследований значит необходимо провести исследования на наличие показаний и противопоказаний для катетеризации мочевого пузыря в случае невозможности проведения катетеризации если есть какие-то противопоказания то уже врач назначает альтернативные методы удаления мочи из мочевого пузыря значит обезболивание животное значит оно необходимо для того чтобы животное не чувствовало боли во время этой манипуляции мы знаем что у нас коты бывают разные особенно коты чаще всего приходят вращаться они могут прогрессивно себя вести кидаться царапаться драться кусаться да там вот и без ситуации многие коты они способны навредить не только себе но и соответственно владельцу и ветеринарному врачу ассистенту поэтому используется у нас общий наркоз либо обычная ситуация значит ну наркоз общий он применяется тем животным у которых состояние в принципе удовлетворительно с которыми обратились и у них нет еще сильной интоксикации и также нет никаких патологий со стороны сердечно-сосудистой системы а седация это ну второй метод да значит он его можно применять с тем животным у которых продолжительное течение спальвания у которых присутствует интоксикация также угнетение отсутствие аппетита и есть какие-то нарушения функциональные если у нас животное находится в очень тяжелом состоянии то тогда катализация мочевого пузыря может проводиться без обезболивания так и многие проводят в принципе иногда легче без обезболивания а также при подготовке необходимо уделить внимание гигиене половых органов то есть например если мы к кабелям проводим то шерсть пениса и вокруг выбривается кожа дезинфицируется антисептическими растворами это необходимо для того чтобы предотвратить попадение мочевой пузырь патогенными микрофлорами также услуг который тоже желательно так обезболивание ну это уже местное да даже если животное у нас находится в нарколии да то есть животному был дан наркоз то нам все равно может понадобиться дополнительное местное обезболивание для этого доктор использовать может различные местные аэрозольные эстетики для того чтобы снизить чувствительность ну так как у нас на головке полового члена имеется много нервных окончаний и в случае если нет местного обезболивания то даже поднаркозное животное все равно может ощущать неприятные ощущения болезненные так повторяем техника проведения после того как мы подготовили все то же самое да в просветно-мочевоспускательном канала мы вводим катетер у нас катетеры с мандренами да пластик какой-то металлический мандрен это перед введением мы смазываем либо специальным лубрикантом ну так как у нас нет их то мы их делаем но смазываем вазелином маслом для того чтобы не повредить стенку мочевыводящего ну мочевыводящего канала если мы натыкаемся на обструкцию то перед тем как попасть в мочевый пузырь то через катетер мы вводим растворы различные для того чтобы эту пробку разрушить и для того чтобы мы могли дальше привести катетер к мочевому пузырю как узнать что катетер у нас попал туда куда надо это об этом нам будет свидетельствовать вытекающая моча из катетера и соответственно по цвету запаху и состоянии мочи мы можем анализировать уже состояние органа и назначить дальнейшее лечение приблизительно знать и при катетеризации часть мочи отбирается для анализа но если там большое количество крови то иногда анализ может быть не пригоден наличие крови в моче может говорить о нарушении стенок мочевого пузыря что стенка мочевого пузыря нарушена ну и не только значит после того как этот расстановлен ветеринарный врач промывает органы различными растворами там растворного каина для того чтобы убрать сгустки крови чтобы они не провоцировали дальнейшие обструкции уретра и как уже было сказано выше котам да мы при необходимости ну так как у нас острая задержка мочи чаще всего такая необходимость нужна да то мы пришиваем катетер к припуцию и оставляем его на несколько дней чтобы моча у нас искусственно выводилась из мочевого пузыря животному назначается диета терапии и также медикаментозное лечение для того чтобы снять соответственно симптомы и для того чтобы животное после снятия катетера могло чувствовать себя комфортно ходить в туалет вот иногда бывает такое что после снятия катетера какое-то время животное также ну ходит не очень активно в туалет так противопоказания у нас противопоказания это норио отсутствие мочи спазм мочевые мочеспускательные сфинктеры и инфекционный уротрит уход за катетерами значит при размещении при размещении уротритального катетера первое что необходимо знать и помнить это он должен быть стерильным то есть если это наградует он должен обязательно быть дезинфицировать также мы очищаем ну как говорилось при необходимости если имеется шерсть лишняя особенно при пукции кобелей бывает наматывается значит необходимо эту лишнюю шерсть убрать для того чтобы ничего у нас не попало в мочевые половые пути область вокруг пениса вульвы очищается там можно просто мыльной водой да это делается для того чтобы не попало бактериальных инфекций мочеводящие пути и можно обработать хлоргексидином раствором значит если мы оставили катетер на несколько дней то необходимо ежедневная санация катетера врач уже смотрит на свое усмотрение это 1-2 раза в день она проводится либо антисептиком или физиологическим раствором это тоже врач назначает это все зависит от рекомендации врача для промывания часть ну готовы приготовят шприцы объемом 20 мл от 4-8 штук которые наполнены раствором теплым для санации значит перед промыванием присоединять шприц без иглы естественно к мочевому катетеру чуть нужно подтянуть на себя поршень и удалить остатки мочи из мочевого пузыря значит вводят где-то до 4-х смотрят какое животное у нас допустим вводят несколько шприцов мочевой пузырь последовательно зависит от животного от размеров не давая вытекать раствору из катетера затем присоединяет пустой шприц и опорожняет мочевой пузырь после этого заливают опять также несколько шприцов с раствором промывочным и закрывают мочевой катетер крышкой на 15-20 минут животное находится в этом клинике не отпускает домой потому что чаще всего хозяев могут забить после течения этого времени открывается катетер и также шприцами можно опорожнить мочевой пузырь и процедура проделывает несколько раз пока из мочевого катетера у нас не будет выходить прозрачный раствор на это может уйти допустим три раза значит бывают последствия какие у нас последствия бывают так значит ну это касается если допустим владелец не придерживается рекомендаций врача во время катетеризации и не ухаживает за своим животным соответственно возможно неприятные последствия например могут возникнуть повреждения мочеспускательного канала воспалительная реакция врача также возникнуть отсутствие мочеспускания если закупорка произошла вот после того как удалили катетер тоже может ну как бы не быть какое-то время мочеспускания и для для этого могут понадобиться спазмолитики значит если все придерживается рекомендаций выполняет врач у нас ну как бы сознанием своего тела с опытом то в принципе никаких осложнений не должно возникнуть и эта процедура она в принципе приносит только положительный результат вот и у животных ну как бы пропадают эти трудности с введением мочи осложнения отсутствия диуреза травмы могут возникнуть да и коты просто катетеризация часто бывает могут часто вылизываться и соответственно могут воспаления возникнуть и тоже может отсутствовать мочеспускание поэтому можно какое-то время подержать его в воротнике после катетеризации ну когда мы поставили катетер да животным чаще всего у нас тяжелые животные бывают поэтому им может понадобиться подкожные либо внутривенные тогда вводить раствором для того чтобы восстановить водно-электролитный баланс и снять интоксикацию также могут понадобиться спазмолитики для того чтобы значит снять воспаление суретры антибактериальная терапия для предотвращения развития бактерий на поврежденные слизистые оболочки урета и также мочевого пузыря и обезболивающие препараты значит в некоторых случаях применяют применяют длительные курсы антибиотиков для устранения распаления также применяется специальная диета для предотвращения у животных образования камней песка ну там снижающая плотность увеличивающий объем мочи из также врач рекомендует и может порекомендовать сдавать анализ мочи ну как бы периодически тогда когда ему будет необходимо следить смотреть за динамикой вот с целью профилактики в дальнейшем чтобы у нас не возникало уже никаких проблем то значит необходимо соблюдать специальную диету которая предотвращает образование камней песка соответственно периодически там тоже по рекомендации врача это зависит да там раз в 3 месяца некоторые раз там 4 в полгода значит периодически владелец дает анализ мочи если необходимо то в некоторых случаях врачи означает биохимический анализ крови и необходимо также проводить регулярные УЗИ исследования мочепыловой системы это почек мочевого пузыря также для динамики смотреть вот как уже сказала при осложнении когда возникает осложнение да значит когда возникает отсутствие диуреза это как осложнение да то это происходит в связи с тем что мышцы уретра они ну как бы спазмированы ходят в спазме и животное не может сходить в туалет и вот для того чтобы снять эти симптомы неприятные так далее животному назначаются тазмолитики в случае ну травмы уретра они могут произойти если допустим капитализация проведена очень агрессивно и допустим проведена специалистом которого недостаточного опыта в капитализации тогда могут произойти травмы уретра и в этой ситуации тогда может понадобиться хирургическая помощь вот травмы они будут как бы ну характеризоваться и сильными болями попастью уретры и животное будет стараться лизать это больное место и естественно не будет ходить нормально в туалет вот и в моче может присутствовать кровь вот ну а вылизывание это как бы нормально после снятия катетера или когда даже поставили катетер мы одеваем боротник либо пандер чтобы животное не проявляло интереса к тому месту где поставили катетер у нас и не отгрыз катетер не вызернул вот вот ну в принципе все лекции мы понимаем что да что у нас катаризация это упражнение мячил пузоя по помощи специальной трубки катетера и проводить мы ее проводим мы при таки разных показаниях да это для диагностики лечения для получения мочи на исследование там бак посев да и удаление стяжимого мочевого пузыря ну при сужении и все пожалуйста всем тоже спасибо спасибо